Всем доброе утро, доброе утро. Мы завтракаем с Луней. Ребята, с 5 утра она кормит это семейство, ходит за ними и сама огурчик покушивает. Как огурцы пахнут уже осенью, да? Вот почему и так летом не пахнет? Я это ты, ты это я. А вместе мы семья. А Люда еще выше меня. А какая же у меня будет внучка или внук? Трудно сказать. Трудно сказать, когда не знаешь. Если у меня метр с фуражкой. У тебя метр с фуражкой, а у меня ну метр пятьдесят с фуражкой. Мне метр шестьдесят семь. Давай не будем об этом. А у тебя метр пятьдесят семь, метр сорок семь. Да не маленько даже. Но ты была высоченько. Это я сюда на каблуках была. На каблуках. Вот так я была на шпиль. И я на шпиль как всегда ходила. Да слушай, мне люди пишут на тело и кагор делают. Девочки, будем делать. Что-то сбухать надо. Где ты сбил такую деревянную? Колодочку. Есть у меня в сарае она стоит до сих пор. Это чудо. Слышишь, значит срывается, обирается от веток, давится. Оно бродит. Нет, бабушка не так. Она прямо с ветками. Вот это вот. Оно потом бродит, а потом только прослеживаешь. Только помять. Конечно. Можно с веточками. А уже потом в бутыля и в сахар. Я один бутыль разбомбашила. У меня еще два есть. А если что, потом трехлитровые будем бутыля, да? Там, ради бога, было бы что. Я вчера в Фозе видела девочки зеленые бутыли мазь. Зеленого как утро. Знаете, советские бутылки были зеленые, чтобы пиво с литро продавалось? Трехлитровые. Восемьдесят гривен. Да. Банка в Фозе трехлитровая. Восемьдесят гривен. Потому что это банки, это банки, еще про Союзе. Не, ну это про Союзе просто вид такой. Их раньше ими закрывались только на базы, на склады в эти зеленые банки. Ай-яй-яй-яй. Так, Наташа, у меня время. Так иди, я тебя не держу. Я что тебя... Ты кормишь Лунечку Луню. Спасибо за внимание, ребята. Мы вели следствие по поводу Лунечки. Она себя плохо чувствовала. Походу, ребята, где-то машина ее месяц назад зацепила. Мы не знали. Она же не скажет. Сейчас все нормально. Она была очень такая вялая. Разве можно разобраться в этом зверинце? Сколько и где и как? Этот тоже мячик. Нашел мячик. Доброе утро. Скажи доброе утро. Хе-хе-хе. Доброе утро. Хе-хе-хе. Ребята, четыре мячика, один только выдаем. Потому что постоянно теряются. Постоянно. Я сейчас тоже Людмилку везу парикмахерскую. У нее сегодня прически, покраски приводит себя в порядок. Слава Богу, будет дома. Это надо. Это надо. Проведить себя в порядок. Брови, губы, лицо. Не, ну, у нее же губки сделанные. Где-то она, наверное, в октябре сказала. В октябре я их обязательно... Она их там че подкачает, че поддует. Ну, девочки, вы, наверное, сами там разбирайтесь, кто это делает. Я тем не занимаюсь. Я хер его знает. Я только вижу, что ей хорошо, ей красиво. Но нет проблем. Сегодня тепло. Сегодня моя погода. Моя погода. Еще хочу сказать всем огромное спасибо. Хочу передать привет ей. Потом Мария. Мария мне пишет. Нателла, мы с вами, мол, никогда не увидимся, не встретимся. Я понимаю, что, наверное, расстояние очень далеко друг от друга. Ай, пути господи несповедимы. Ма, и в жизни бывает все. Вот в жизни такое бывает, девочки. В кино не покажут. В книге не напишут такого. А в жизни случится. А что у тебя с липкой? Я кремом намазываю, когда иду за город. Я думаю, что у нее такое... Вот видите, как все девочки за собой следят. Как они следят. Просто. Я не знаю. Надо срочно сюда полк каких-то пенсионеров. Мужчин. Пенсионеров. У нас там соседи крышу делают, но не пенсионного возраста. И там нас не видно. В общем, мы забаррикадированы конкретно. Конкретно забаррикадированы. От всех глаз. Я вчера вечера... Ой. Нема шо балакать, девчатки. Нема шо балакать. Ходила вчера я на побаченье. Нема шо балакать. Боже, я больше на эти побаченья... Я как-то вам расскажу. Знаете, расскажу. Просто вот поприкалывайтесь. Поприкалывайтесь. Я вам расскажу потом. Сейчас не буду по свежим следам. Потому что, ну, как-то неприлично. Ну, я без имен, без фамилий, без явок, без адресов, без ничего. Просто расскажу, девчонки. Вспомним молодость. Да ну хватай гавкать. Вспомним молодость и... Так, насильно это самое. Как сейчас происходит все-все побаченье. Да, жизнь идет. Жизнь идет. Люди живут. Оказывается, я вчера ехала, свадьбу видела. Ну, молодцы. Хорошо. Вчера ехала, говорю вам, свадьбу видела. Люди женятся. Да, да. Ну, не так уже, конечно, как раньше выходили. Знаешь... Ой, так плохо видно. Выходили на набережную, вот там, на солнечном. Всегда садились, фотографировались. Все скромно. Ну, все равно приятно. Смотри, какие цветочки. Фа-фа. Поехали. Там детский городок. Детский городок. Ну, там красиво. Это же время. Иди, я тебе, я вообще сама с собой разговариваю. Я разговариваю с телефоном, со зрителями, с подписчиками. А ты сама почему-то встаешь в наш разговор. Сама почему-то. Великая труженица. Ой, девочки. Она меня... И мальчики. Она меня так выручает по поводу того, что она сейчас на огороде сама. Ну, если я выйду на огород. Ну, что ж такие блики. Ну, это кошмар. Солнце ловит телефон. Извините, пожалуйста. Извините, если будет немножко вот такое расключатое. Как она меня вручает тем, что я туда не ногой. Я вчера пошла с ней там поговорила. Рассказывала, что я купила, как я скупилась. Пятое, десятое. Все. Вышла. Ребята, полный нос пыльцы. Пошла опять промывать морской солью. Делать компрессы. Задыхаться начала. Она говорит, иди отсюда. Иди. Ну, вот как это урожай. Садить и не собирать его. Ну, в октябре. Я могу уже в октябре выходить. Ну, маме надо сейчас. Ну, треба зараз, значит, треба зараз. Да, Степаня? Степаша, аккуратно. Везде змеи. Степаша, слышишь? О, хромала, хромала. Лунечка чуть-чуть подхрамывала. Вот эта передняя лапка у нее что-то такая была. Мама за ней ухаживает. Конкретно. Луночка, иди сюда. Луняся, Луняша. Что ты там за ней несешь? Луняшечка. На. Ну, мама, она уже не голодная, ты их уже закармливаешь. Да нет, она что понюхала, не хочет рыбы. Вот этот с мячиком бегает конкретно. Так, еще у нас есть? Покупать не надо или купить? Ну, там еще одна позиция. Я вижу, ты помара... Мама, значит, приучись утром и вечером. Хватит их пичкать каждый час. Я сейчас корм привезу. Ой, боже мой. Пойду кофе поставлю. Я сегодня... Так, а как же показать? Как же себя показать? Так, как же, да, действительно, как же себя показать? Я же вообще чего? Насчиталась ваших комментариев. Я таким позитивом зарядилась. Значит, я позвоню Жене. Ее, слышите? Я позвоню Жене. Попрошу его, чтобы он приехал и поснимал мои творческие работы. Вы понимаете, о чем я. Может, вдохновение у меня будет. Я на вот этих вот всех воспоминаниях сниму свою бабушку. Я была так тронута, что я у вас тоже пробудила вот эти вот воспоминания. И вот сейчас не то, что всегда актуально вспоминать наших родных. Правильно? Всегда актуально. Но дело в том, что сейчас такое время. Я так... И вот вы всегда вспомнили. Я вспоминаю эти рассказы про войну. А вы заметили, что мы в детстве слышали одно и то же рассказы. Ну, потому что простые были пацаны, простые солдаты, наши деды. Простые, простые, простые. Такие, как мы сейчас с вами. Мы же с вами не дети олигархов. Не дети депутатов. Мы с вами не удрали никакую там Испанию. Я не... Почему? Потому что вот у нас здесь тихо. Я тому, кто в Днепре. Не воспользовались моментом. Сколько людей воспользовались моментом, да? А вот эти вот люди, которые потеряли, то им сам Бог велел. Ну, где? Где людям? Где? Как моя подружка Наталка Чалая. Ой-ой-ой. С Мариуполя, а вообще с моря, попасть в северную страну. Она там очень страдает. Ну, как страдает? Привыкла, знаете, к нашей кухне украинской. К нашей... Вид сзади. Вид сзади. К нашей кухне украинской. К теплу, к нашему климату. А там уже она ходит в теплой куртке. Представляете? Уже в теплой куртке ходит. Так, вид сзади. Сейчас будет вид спереди. Улыбайтесь, улыбайтесь. У меня сегодня много поездок, много работы. В общем, как-нибудь потом расскажу за свои побачения. Я просто хочу, чтобы мальчики не будете слушать, чтобы девочки послушали, как это именно сейчас происходит. Ну, вы же видите, что я не в восторге. Да-да-да, цену себе знаю. А почему нет? Цену себе знаю. Мы слеплены. Наши года слеплены. Из дорогущих моментов. Из дорогущих моментов. А эти моменты не купишь ни за что. Еще вчера, ребятки, я хочу поделиться. Все вы знаете, что мы в мае месяце, нет, в апреле, нашлись с моим родным братиком. Он мне вчера позвонил. Представляете, мы так с ним вчера долго разговаривали. Ребят, я всю жизнь одна. Вы же видите, я всю жизнь одна. Ну, а мужички проходят мимо меня тогда. Кто застрял, кто мимо пальцев прошел. А это родной человек. Ой, как приятно. Приятно поговорить ни о чем. Не, есть и о чем, есть и ни о чем. Как классно, когда есть родной человек. Классно. Вот родного человека, ну, ничем не заменишь. Никаким не мужем, никакой подругой. Вот все равно. Знаете, так хочется, чтобы у всех братьев и сестер были хорошие отношения. Надо так ценить вот такие отношения родственные, когда родной есть брат и сестра. Я знаю, что много здесь негативных моментов у людей. Ну, мне люди и пишут, и рассказывают, делятся со мной. Так хочется, чтобы все помирились. Потому что кроме родного брата и сестры никто не заменит. Не, ну, бывает такое говно, что и врага не надо. Я с вами согласна. Бывает такой брат или сестра, что врагов не надо. Вот как оно? Ну, это идет все от семьи. Это, кажется, другая тема. Это, кажется, другая тема. Кофе, кофе. В общем, и хорошее. Доброе утро. Всех у вас с утренним кофе. Я погнала творить дальше. Спасибо, кстати, вам всем за мое хорошее настроение. Ну, это правда. Это от вас. Почаще пишите. Я же стараюсь для вас. Хоть что-то. Ну, трын-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Трын-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Вот и вы. Вы мне напишите одно доброе слово. Все, я цвету. Понимаете? У меня сейчас вы. Это большая бочка меда. Понимаете? Большая огромная бочка меда. Так, все. Еще встретимся. Всем пока. А что показывать? Вот я. Вот я. Вот я. Вот я. Вот я. Вот я. Вот. Пока. 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 Пока.